Итак, вот это на самом деле достаточно такая общая проблема, с которой мы сталкиваемся с пациентами с колоректальным раком. Вот это как раз МРТ до химолочевой терапии. Вы видите, здесь достаточно боль в нижней третьей части прямой кишки. Вы видите как раз локализованную опухоль, как вы только что слышали. Из лекции по анатомии вы видите некоторые структуры, которые мы обычно наблюдаем при данной хирургии. Это мышца-леватор, и вот она как раз здесь у нас затронута, и вы видите здесь, и затем вот это внешний сфинктер, который также затронут опухоль. Что вы здесь видите? Это антролатеральная опухоль. Я покажу вам несколько другие снимки. Но, в общем-то, нижняя часть этой опухоли в 3 сантиметрах от края анального отверстия находится. Вот это непосредственно те измерения, которые мы сделали. Мы обычно измеряем от самой нижней части внешнего сфинктера, который вы видите здесь, и клинически это соотносится с межсфинктерной вырезки. И мы не уверены по поводу зубчатой линии, но на самом деле, если вы посмотрите на внутренние сфинктеры и измерите вот это расстояние до вот этого основания, то это даст вам величину или длину анального канала. И до опухоли, если вы померите расстояние, то тогда это даст вам расстояние до апексосфинктерного комплекса. Вот это говорит нам о том, что здесь у нас 8 миллиметров от нижнего края опухоли и комплекса сфинктера. Соответственно, если вы будете аноректальный орностомоз делать, то в этом случае он будет до уровня сфинктера вот здесь, что, в общем-то, довольно тяжелая ситуация. Если вы посмотрите на аксиальную проекцию, то здесь у нас нормальная анатомия, хорошее разрешение. Вот здесь у нас слизистая оболочка, она черная. Здесь у нас высокий, высокоинтенсивный сигнал. Затем вы видите брыжейку здесь. Это лимфатический узел непосредственно, который находится на границе с брыжейкой. Мы его игнорируем, потому что у него достаточно гладкий сигнал. Он выглядит достаточно ровно. Никаким образом у него здесь не показано риска злокачественного новообразования. Соответственно, ничего нам не подсказывает, что это пораженный узел. Вот здесь у нас вы не видите, опять-таки, никакого искажения сигнала. Вот так будут выглядеть нормальные сосуды, вот это переректальные вены. Абсолютно нормальные, норма, норма. И в конце концов мы доходим до уровня опухолей. Здесь мы начинаем видеть уже аномальные анатомические структуры. Вы видите, что здесь неправильная в нейтральной плоскости, поскольку здесь у нас неаксиальная проекция по отношению к стенке прямой кишки. И вот вы видите, что здесь мышечная оболочка абсолютно интактная, поэтому мы ее здесь абсолютно игнорируем. И вот здесь у нас также нет никаких признаков прорастания опухоли в эти лимфатические узлы. Если у нас лимфатические узлы будут положительны, у почти каждого пациента лимфатические узлы могут быть положительны на МРТ высокого разряжения. Вот это достаточно доброкачественно выглядящие лимфатические узлы, они увеличены в качестве иммунного ответа. И в результате иммунного ответа, вот видите, здесь абсолютно аномальные структуры. Вот здесь у нас находится опухоль, которая находится в мускулярной спропе. Вот это как раз края опухоли, это центральная часть опухоли, а это еще один как бы развернутый край опухоли. Соответственно, она находится на 9 часов, на положении на 9 часов. И расстояние от опухоли до стенки ректома приблизительно 1 миллиметр. И вот это расстояние у нас больше 5 миллиметров. Здесь у нас очень поверхностная опухоль. И здесь мы не беспокоимся по поводу какой-либо проблемы, связанной с передней или средней безректальной плоскостью. И здесь вы видите мускулярной спропе, полная ее толщина, соответственно, это не тот... Здесь у нас положительные границы, и мы должны полностью... Для того, чтобы получить положительные края, мы должны пройти вот по этой линии. Вы видите, здесь у нас хорошо определяемая дифференцируемая опухоль внутри, которая полностью организуется внутри прямой кишки. По мере того, как мы двигаемся вниз, мы не видим никаких остатков опухоли. Здесь тоже у нас нет опухоли. Вот это вот нижние волокна. Здесь у нас внизу мы видим абсолютно нормальные анатомические структуры. То есть в анальном канале у нас нет опухоли. Итак, по базовой оценке у нас ректальная карцинома, низкая ректальная карцинома, больше 1 мм до межфикторного пространства, нет злокачественного поражения лимфоузлов. И надо сказать, что мы можем рассмотреть первичное хирургическое вмешательство, и, возможно, Паррис также прокомментирует, что бы он сделал, какой бы он сделал анастомоз. И все это, безусловно, зависит также от желания пациента и от функции сфинктера. Это все те соображения, которые мы должны принимать во внимание. Итак, в любом случае, пациент уже после химио-лучевой терапии. И то, что вы видите, вместо первоначальной опухоли, вы видите некий фиброз в форме полукруга, полумесяца. И вопрос заключается в том, что находится позади, что находится сзади. Поэтому мы должны с вами посмотреть на МРТ высокого разрешения на данный момент. Но на загитальной проекции вы видите, что основное вы можете увидеть, это уплотненный фиброз, зона уплотненного фиброза. И здесь нет никаких четких границ между фиброзом, который вы видите, и капсулой предстательной железы. Соответственно, везде здесь наличит фиброз. И там, где начинается фиброз, если вы внимательно посмотрите на то, откуда он произрастает, то он начинает с уровня средней порции, средней части семенных пузырьков. То есть вот это вот семенные пузырьки, а вот это предстательная железа. И если вы вот здесь вот проведете диссекцию и будете двигаться сюда, то вот здесь будет очень плотная зона фиброза в передней полости. Но на самом деле здесь не было опухоли, сюда не было инвазии. То есть это просто эффект химиолучевой терапии. И затем вот эта косая аксиальная проекция, по мере того, как мы рассматриваем ищем опухоль, вот что мы видим сейчас. Это зона фиброза опять-таки на уровне семенных пузырьков. Это опять-таки плотная зона фиброза, плотная фиброза здесь и здесь. Здесь вы видите, что слизистая выглядит достаточно нормальной. Здесь вы видите восстановление, так скажем, слоев плоткостей. Вы видите здесь фиброз и видите здесь подслизистую, вы видите здесь как раз такой увеличенный просвет. Вы видите здесь подслизистую в полном, так скажем, полном паттерне. И на клиническом, наверное, при клинической оценке вы увидите, что это зона рубцевания, что это на 12 часов. И вполне возможно ощущение такое, что это опухоль, но на самом деле это просто уплотнение, скорее всего, это строма, фиброзная строма. И могут быть там опухолевые клетки внутри этого фиброза, но на самом деле то, что мы обнаружили, исследуя пациентку это, мы не знаем, насколько жизнеспособны эти клетки, насколько они живые. И, соответственно, вот это ТРЖ, это будет вторая степень, и мы не можем здесь увидеть зону гиперинтенсивного сигнала, который бы показывал нам наличие опухоли, поэтому мы ее стадируем таким образом. Тем не менее, это будет тест-стадия, потому что фиброз может содержать определенные живые клетки опухолевые, жизнеспособные. Вы знаете, вчера у вас может быть биопсия, и она дает положительные результаты, на следующей неделе это может быть отрицательно, и, может быть, вообще не будет этих клеток, а через три месяца они могут полностью исчезнуть. Соответственно, вот это те самые пациенты, которые мы ставим на программу хирургического вмешательства, и в результате мы рандомизируем, на самом деле, этих пациентов либо на первичное хирургическое вмешательство, либо на хирургическое вмешательство после химиолучевой терапии. Мы будем мониторировать этот рубец на наличие жизнеспособных опухолевых клеток. И на биопсии через 10, через 14, через 12 недель вполне возможно, что в этом рубце может опять возникнуть опухоль. Соответственно, статирование будет низкая ректальная карцинома, которая в основном теперь сейчас фиброзирована по МРТ, это ТРГ-2, с округлым рубцом и без наличия жизнеспособных клеток на данный момент, которые могут возникнуть или вырасти в зоне фиброза, соответственно, при отсутствии экстрамуральной сосудистой инвазии. И вопрос по этой пациентке будет следующий. Вопрос Пэрису. Что он думает по поводу фиброза между передней стенкой и действительно ли АПИ – это хороший способ для того, чтобы добраться до этой области? Это первое. И второе. Где диссекция будет в абдоминальной части заканчиваться? Она должна заканчиваться на уровне семенных пузырьков, поскольку именно там фиброз становится очень плотным. И гораздо легче диссекцию снизу или сверху проводить. Вот это те вопросы, которые я могу задать своим коллегам и которые мы будем обсуждать с профессором Такисом. Я думаю, что он сейчас прокомментирует. Профессор Такис, пожалуйста. Спасибо, Джима. Безусловно, есть кое-что, что позволяет нам принять решение. Все, что мы можем сделать, зависит действительно от того, где находится опухоль, каков сфинктер и каковы ожидания пациента. Поскольку 8 мм над аноректальным соединением и для того, чтобы пациент должен быть молодым, худеньким и иметь хороший сфинктер. В такой ситуации мы можем получить уровень третьего межсфинктерного прохождения. И это позволит нам создать аностомоз. То есть мы об этом должны подумать. И, соответственно, брюшно-прюшная экстерпация, конечно, уберет это. И зависит от того, что значит для пациента, что он думает об этом, как его ожидания, и что значит ставить, что он думает по поводу стомы. Следующий момент, насколько низко мы идем. Я не жду каких-либо проблем сзади, могут быть проблемы латерально. Не нужно идти слишком широко и слишком далеко с точки зрения леваторов. Но могут быть проблемы спереди. Возникает также вопрос, какова опасность повреждения уретры. Вы, скорее всего, повредите уретру, если вы будете идти снизу вверх, чем если вы будете идти сверху вниз. Таким образом, если вы собираетесь вести диссекцию фасции Денвилья, и вы должны пройти перед фасцией Денвилья, и пройти настолько далеко, насколько это возможно. Это можно так, но мы это делаем в положении на животе. Я это делаю операцию с приподнят ногами пациента, поскольку я получаю максимальную позицию передней стенки. Мы можем поместить пациента в положение на пациента. Если посмотреть на кресте, здесь мы удаляем, мы можем добраться к пузырькам. Соответственно, это не очень сложный случай в любом случае. Это то, что я думаю по этому поводу, прежде чем начать операцию на пациента. То есть могут быть проблемы, скажем так, спереди, могут быть сложности спереди. Это то, что я хотел сказать. Я хотел бы еще предложение внести. Как Вы считаете, уважаемые эксперты, в данной ситуации, учитывая хороший ответ на лучевую терапию, и то, что, по сути дела, нет признаков жизнеспособной опухоли, а возможно ли в этой ситуации предложить пациенту wait-and-see approach? То есть дать ему еще несколько курсов химиотерапии, понаблюдать за этой опухолю, поскольку операция все-таки сейчас предстоит травматичная. Понятно, что мы сейчас ничего менять не будем, но так теоретически. Можно было бы в этой ситуации предложить ему такую выжидательную тактику? Джина. Вы знаете, я думаю, что мы сейчас проводим исследования, чтобы ответить на этот вопрос. И если бы этот пациент был в контрольной группе, то мы должны ли бы провести операцию, так же, как и Вы обязаны провести операцию сегодня. Но если пациент был рандомизирован в исследуемую группу, в основную группу, то к такому пациенту предложили бы, и им не обязательно соглашаться, но им предложили бы возможность мониторинга за пациентов с МРТ каждые 3 месяца, с клиническим осмотром каждые 3 месяца, и только в случае, если имеется изменение в области рубца и клинических каких-то признаков. То есть если появляются признаки рецидива, тогда он провел бы операцию. То есть, по сути, то же самое, что пациент получил бы исходно. То есть, если мы рассмотрим на, если мы рассмотрим на эклеваторе на брюшную прорешенную экстерпацию, поскольку сохранение сфинктера в такой ситуации было бы проблематично у этого пациента. Поэтому по этой причине у этого пациента мы, возможно, попробуем бы проход все-таки с наблюдением. У этого пациента еще. Если нет, то тогда спасибо большое за прекрасный комментарий.